Доброе утро! В прямом эфире новости на 12-м канале в студии Регина Абузарова. И вот главное к этому часу. Оказались в огненной ловушке. Мать и ребенка эвакуировали с балкона седьмого этажа. Расскажем подробности ночного пожара. О серьезном на доступном языке. Как защитить себя от мошенников, расскажут мультики. В омских школах стартует цифровой ликбез. Один звонок помог осуществить мечту. Мы съездили на Красную площадь, на саму ВДНХ. Это очень интересно, познавательно. Школьница из Омского района побывала на выставке ВДНХ. Трофейный улов. А мяч вытянул большого рака из Иртыша. И это еще не все. Крупный пожар произошел сегодня ночью в Октябрьском округе. Загорелась одна из квартир в многоэтажке. С балкона седьмого этажа мама и ребенок звали на помощь. За их спинами густой дым и огонь. Поэтому путь в квартиру был отрезан. Их эвакуировали спасатели с помощью пожарной лестницы. Под окнами даже натянули одеяло для полной безопасности жильцов. Всего же сотрудники МЧС вывели из горящего дома 25 человек. Еще 100 вышли на улицу самостоятельно. Огонь вспыхнул около часа ночи. Для тушения задействовали 9 спецмашин и больше 30 человек личного состава. В пожаре пострадала женщина и подросток. Их передали медикам. Причину, по которой произошло возгорание, сейчас устанавливают в МЧС. Вместо прибыли долги пенсионерка хотела продать кровать. А в итоге оказалась с кредитом. Объявление женщина выложила на бесплатном сайте. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель. О том, что Амичка стала жертвой киберпреступников, пенсионерка узнала только у реальных сотрудников банка. Вход в мобильное приложение вдруг оказался заблокирован. Теперь жительница Кировского округа должна выплачивать кредит в 57 тысяч рублей. Отмечу, что сделка купли-продажи кровати так и не состоялась. Полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Заведено уголовное дело. К слову о цифровой безопасности. Как не попасть на уловки мошенников расскажут мультфильмы. Их покажут во всех школах региона. Так в Омской области пройдет очередной сезон цифрового ликбеза. В новых сериях познавательной короткометражки школьникам расскажут о том, как отличить фейковые видео и аудиосообщения от настоящих. Как не лишиться аккаунта в социальных сетях и защитить свои персональные данные. Материалы также доступны для самостоятельного просмотра на сайте цифровойлегбез.рф. Там же опубликованы пояснения. Их полезно знать и родителям, чтобы обезопасить себя в интернете. Проект, напомню, реализуется Министерством просвещения и Минцифры России и направлен на повышение цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. В Омске приступили к сносу очередного долгостроя. Демонтаж заброшенной многоэтажки уже выполнен больше, чем на 15%. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Как пояснили в ведомстве, проблемный дом на 70 лет октября снесут до фундамента, чтобы на его месте построить новую высотку. Квартиры в нем получат 53 дольщика и 11 ветеранов боевых действий. Напомню, непригодность стен и перекрытий ранее подтвердила экспертиза. Теперь новый подрядчик обязуется полностью демонтировать здание до середины апреля и к этому же сроку получить одобрение на возведение аналогичной постройки. В лучших традициях ярмарки предприниматели приглашают разместить свои товары на избирательных участках. При этом точки с изделиями ручной работы и сельхозпродуктами ремесленники могут развернуть на безвозмездной основе. Напомню, для жителей региона откроет свои двери 461 участок. Традиционно граждане смогут не только отдать свой голос, но и приобрести товары местного производства. И как показывает практика, такие ярмарки пользуются большим спросом у жителей. Подробнее о том, как открыть торговую точку, можно узнать на сайте городской администрации. Всего один звонок до исполнения мечты. Школьница из Омского района посчастливилась отправиться в Москву на выставку «Россия». Не случайный, но заветный звонок девочка сделала губернатору в прямом эфире 12 канала программы «Хаценка о важном». Глава региона помог осуществить желание. Впечатлениями от столицы и выставки «Россия» Вероника Арбатская поделилась с нашим корреспондентом. 12-летняя Вероника Арбатская теперь самая известная ученица в Чернолучинской школе. Все потому, что однажды девочка вытащила счастливый билет и сбылась ее мечта. Началось все несколько месяцев назад, когда школьница совершенно случайно узнала, что ребята из Омска могут попасть на выставку ВДНХ. И тут помогла мама. Посоветовала позвонить в прямой эфир программы «Хаценка о важном». Девочкам надо будет обязательно в группу включить их и организовать обязательно поездку. Пробились в эфир, да. А это фотографии из долгожданной поездки. Эмоции буквально били через край, рассказывает девочка. Вероника до этого уже бывала в столице, но только проездом. В этот же раз получилось полноценно прогуляться по Москве. Мы съездили на Красную площадь, на саму ВДНХ. Это очень интересно, познавательно. Можно узнать, сколько всего есть у нас в России. Можно гордиться своей страной, благодаря только поездке на ВДНХ. Вместе с Вероникой в столицу отправились 50 омских школьников, отличников и активистов. И в этой кампании девочка заняла свое место по праву. В родной школе ее хвалят. За успехи в учебе, активную жизненную позицию и общественную деятельность. Благодаря Веронике и ее родителям у нас организованы в школе помощь участникам СВО. Это изготовление сухого душа, это изготовление окопных свечей. И сейчас мы планируем вместе с ними еще заниматься и плетением маскировочных сетей. Школьница даже сняла видеоролик на тему СВО с окопной свечой и сборником патриотической прозы и поэзии омских писателей. А из урока Вероника предпочитает математику, чувствует склонность к точным наукам. При этом натура творческая, занимается танцами, вокалом, обожает декламировать стихи, особенно те, которые написала ее дедушка. Кто-то там за меня был ранен, кто-то умер там за меня. В бой пойдет и историей станет. Жизнь мою своей за меня. Сама Вероника мечтает, что когда станет взрослой, будет жизни спасать. Хочет стать врачом, какой у бабушки с дедушкой. Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал. А теперь о спорте. Омский авангард изменил время начала матча первого тура плей-офф. Теперь выходные и праздничные дни игры на G-Drive-арене будут стартовать на полчаса раньше. Не в 17 часов, а в 16.30. Эти изменения коснутся второй игры с Тольятинской ладой, назначенной на 3 марта. Болельщиков предупреждают, что если в билете, купленном заранее, указано прежнее время, он все равно остается действительным. Ну а уже в эти минуты преданные фанаты авангарда собираются на G-Drive-арене. В 11.30 там начнется открытая тренировка. Болельщикам покажут, как Ястреба готовится к главным битвам за Кубок Гагарина. Запланировано также общение с прессой. На арене работает съемочная группа 12 канала. Подробности расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». Ну а я напомню, что соперником Ястреба в первом туре плей-офф будет Тольятинская лада. Матч пройдет на G-Drive-арене 1 марта. Лада – хорошая команда. Сейчас есть время подготовиться, разобрать соперника. Будем готовиться и выходить, поигрывать. Омские гиревики и боксеры завоевали медали на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня. Отличились и легкоатлеты. Победителем среди сильнейших в чемпионате России стал Амич Степан Кекин. Он завоевал золото в Семиборе и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Подробнее в сюжете спортивного обозревателя Алексея Дарьева. В Бийске прошло первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15 и 16 лет, посвященной Дню Защитника Отечества. Представители Омской области завоевали две награды. Победителем весовой категории 66 килограммов стал Егор Губин. Бронзовым призером веса 63 килограмма Кирилл Удалов. Соревнования являлись отборочными. Победители получили право выступить на первенстве России, которое пройдет в Самаре с 13 по 21 апреля. В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике, который собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Среди победителей и призеров турнира есть и амичи. Так, наш спортсмен Степан Кейкин завоевал золото в Семиборье. Он впервые в карьере преодолел рубеж в 6000 очков и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Серебряным призером в этой дисциплине стал Александр Комаров из Краснодарского края. Третье место занял Сергей Сурков из Санкт-Петербурга. Омская легкоатлетка Ирина Михайлова завоевала серебро чемпионат России в прыжках с шестом с результатом 4 метра 45 сантиметров. Второе место она разделила со спортсменкой из Москвы Татьяной Калининой. Победу здесь одержала еще одна москвичка Полина Кнарос с результатом 4 метра 73 сантиметра. В Омске определили победителей всероссийского турнира по гиревому спорту. Мемориал Бигзады Смогулова, Николая Шатова и Ивана Мартыневича собрал более сотни спортсменов из восьми регионов. В командном зачете победу одержала Омская область. Второе место занял коллектив из Ямала-Ненецкого автономного округа. Бронзовым призером стала команда Кемеровской области. В Новосибирске прошло первенство России по рукопашному бою. Масштабный турнир собрал около тысячи участников из 59 республик, краев и областей. Обладателем бронзовой награды среди юниоров стал представитель Омского клуба «Десантник» Николай Мига. Спортсмена подготовили Денис Карплюк и Александр Иванников. Алексей Дарьев, 12 канал. И последнее омский рыбак вытянул из РТШ большого рака. Фотографиями улова мужчина поделился в социальных сетях, указал и место промысла. Это зато он в черте города. Удил на жерлице – это специальная снасть на хищных рыб. Рыбалка получилась удачной. На приманку клюнули 5-килограммовый судак и килограммовая щука. Сгодился на кухне и рак. Его мужчина не стал отпускать воду, а приготовил. Добавлю, что подобный улов в Омске – не редкость. Прежде раков вылавливали в районе Старого Кировска и поселка Николаевка. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, присылать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Будь стильной, яркой, элегантной. Будь разной в одежде от помпа. «Каскад», первый этаж, «Бутик-5». Битва клипмейкеров продолжается. Лузинская крыночка и 12канал ждут зажигательные ролики от участников конкурса «Молочный хит». В редакцию уже прислали свои видео «Активные омичи». Тут и семейные танцы, оды для молока и даже спецэффекты. Подробнее в нашем сюжете. Настоящая вечеринка с лузинской крыночкой. Трехлетняя Полина Филимонова зажигает подмолочный хит в окружении друзей и близких. А это значит, что первые участники конкурса уже в деле. Лузинская крыночка. Упаковка скотика. Лузинская крыночка. С детства позаботилась. Принять участие в конкурсе может каждый. Полет фантазии совершенно не ограничен. Танцуй, пой и демонстрируй свои таланты под молочный хит. Упаковка скотика. Лузинская крыночка. С детства позаботилась. А мы напомним, главный приз для победителя – 20 тысяч рублей. Призеры получат суммы от 5 до 10 тысяч или продуктовые наборы. Чтобы принять участие, достаточно снять видео под хит лузинской крыночки. Его специально для вас исполнили музыканты группы «На заре». Ссылка, по которой вы можете послушать и скачать песню на ваших экранах. Мы ждем ролики участников до 11 марта в сообщениях группы 12 канала во Вконтакте и Одноклассниках. Также ты можешь прислать его в наш чат-бот в Телеграме. И о погоде. Завтра, 29 февраля, в Омске переменная облачность возможной осадки. В ночное время минус 5, минус 7. Дневная температура 3-5 градусов ниже нуля. В районах облачный, небольшой снег. Ночью до минус 11. Днем минус 3, минус 6. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Далее смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Следующий выпуск новостей в 14 часов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!